Всем привет дорогие друзья! На этот раз будет ремонт не для подписчиков, а для меня самого. Недавно постигла неприятность. Сломался мотор на моем электровелосипеде. Двигатель перестал развивать свои максимальные обороты, а также появилось сильное сопротивление при движении накатом. Вот так раскручивается мотор на полном газу. Сдох движок. Ну что же, будем смотреть что-то случилось с этим. После разборки и осмотре обмоток выяснилось, что они сгорели. Это при том, что в моторе, на минуточку, предусмотрена защита от перегрева в виде термостата. При достижении температуры обмоток в 120 градусов он отключает питание датчиков холла. Ни разу эта защита у меня не сработала. Раньше перегревались контроллер или батарея. В них тоже предусмотрена своя защита, которая отключает соответствующие узлы. Поэтому для меня стало настоящим сюрпризом, что обмотки сгорели. К тому же произошло это без особой нагрузки на мотор. Скорее всего это случилось из-за замыкания фазного провода на одну из обмоток. Считаю так, потому что в районе ввода синий фазный провод оголен. Обмотка имеет свежую потертость. Уточнил, сколько будет стоить новый подобный мотор. Зарядили сумму в районе 10-12 тысяч. Это не учитывая стоимость доставки. Я оказался не готов к таким вложениям, поэтому решил мотор восстановить. Далее расскажу, как я это сделал. Впервые перематывал обмотки мотора. Поэтому думаю, что для кого-то будет интересно. Ну а перед тем, как приступим к работе, пару слов о спонсоре выпуска. JLCPCB – это сервис, который занимается изготовлением печатных плат. Они не только изготовят для вас любые печатные платы, но также по вашему заказу могут смонтировать электронные компоненты. Цены вполне демократичные. По специальной акции цена для платы до 4 слоев может составлять всего 2 доллара. Ссылка на сервис JLCPCB в описании. Возвращаемся к ремонту. Чтобы понять, как наматывать обмотки и освободить место, нужно сначала размотать сгоревшие. Начал с той обмотки, которая легче всего разматывалась. Скорее всего, при сборке ее наматывали в последнюю очередь. В какую сторону разматывается, для удобства я зарисовал на внутренней части статора. Чтобы точно не забыть и не запутаться, как в дальнейшем наматывать. Каждый виток обмотки я считаю. Таким образом, получилось у меня 12 витков. Провод здесь диаметром 0,5 мм в 11 джилл. Каждая фаза состоит из 4 обмоток. 3 фазы по 4 обмотки. Итого 12. Наматывается по этой схеме. Это данные из специального онлайн-калькулятора по мотор-колесам. Наверное, ничего не понятно, что изображено на этой схеме. Поэтому немного объясню. Красный провод, зеленый и синий – это 3 фазы. По схеме провод на каждой обмотке наматывается в одну сторону. Намотали провод на первый зуб, 12 витков. Далее пропускаем 2 зуба и наматываем на четвертый. Намотали, пропустили 2 зуба и седьмой зуб. Заканчиваем на десятом. Точно так же наматываем вторую и третью фазу. Мотается всегда в одну сторону. В этом моторе нет такого, что один зуб наматывается по часовой стрелке, а другой против. Здесь все в одну сторону. На моем моторе фазы подключены в звезду. Поэтому их концы будут спаяны вместе. А фазные провода контроллера будут соединяться с началами каждой из фаз. Не думаю, что объяснил очень доходчиво. Но когда дело дойдет до практики, то все станет предельно ясно. Пару слов о выборе провода. Мне показалось непонятно и нелогично, почему обмотки мотают тонким проводом в несколько жил. Я считаю, что в этом случае при использовании мотора больше риск перегреть обмотки. Так как при намотке трудно проследить и обеспечить охлаждение каждому из отдельных многочисленных тоненьких проводов. Там, где не уследили, проводок перегревается и как по цепной реакции потянет за собой все обмотки. Думаю, что перегреть один толстый провод в этом смысле будет тяжелее. Поэтому я выбрал провод диаметром 1,4 мм. Буду мотать его одной жилой. Не знаю, прав я или нет в своих доводах в пользу использования толстого провода, но это будет мой личный опыт. Еще толще провод взять не мог, потому что он уже не будет пролезать в зазор между зубьями, который составляет всего 1,5 мм. В выборе диаметра провода нужно следить, чтобы общее сечение сгоревшего провода было примерно таким же, как и у нового. Если новый провод будет сильно меньшего сечения, то скорее всего мотор сгорит на первом же выезде. Чтобы вычислить сечение при известном диаметре, есть формула. Кстати, я решил наматывать обмотки в 10 витков, в отличие от 12 витков, как было с завода. Сделаю так, чтобы увеличить максимальные обороты двигателя. Тяга при этом должна снизиться. Чтобы максимальные обороты уменьшить и увеличить максимальный крутящий момент, количество витков, соответственно, нужно увеличивать. Для того, чтобы намотать обмотки, есть все. Провод, схема, метки на моторе. Остается просто намотать. Но нельзя просто так взять и намотать. Нужно сначала закрыть все острые грани зубьев статора. Иначе изоляцию провода срежет, и он замкнет на корпус. Сначала я попробовал каптоновый скотч. Намотал проводом одну фазу. Выглядит все просто замечательно. Но есть один нюанс. Провод замкнут на корпус. Это означает, что каптоновый скотч не работает. Он слишком мягкий и на острых гранях просто срезается. Изоляция провода повреждается, и он начинает замыкать на корпус. Короче говоря, вся работа по намотке провода коту под хвост. Нужно разматывать и начинать сначала. Давай по новой, Миша. Попробовал вместо каптона использовать картон. Эта гениальная идея тоже не сработала. Далее попробовал тонкую пленку. Типа транспортировочной пленки, которую клеят на экраны новых гаджетов. Эта идея тоже полная хрень. В итоге, дорогие друзья, вы не догадаетесь, что сработало. Обычная пластиковая полторашка. Нарезал ее на полоски и заизолировал каждый зуб. Изоляция провода повреждается на острых гранях статора. Именно их нужно ограждать от проводов. При намотке не нужно сильно тянуть за провод, чтобы не повредить его изоляцию. Как именно намотаете виток к витку или в навал, разницы нет. Мотайте как вам проще. Важно лишь, чтобы провод наматывался в правильную сторону. В остальном полная свобода. Под конец намотки, когда соседние обмотки касаются друг друга проводами, наматывать становится сложнее. Приходится утрамбовывать провод. Ну что же, все обмотки намотаны. И что еще важнее, они не замкнуты ни между собой, ни на корпус. Теперь можно соединить вместе концы фаз, чтобы подключить мотор в звезду. Есть также подключение в треугольник, при котором можно еще увеличить максимальные обороты двигателя. Но при этом могут появиться свои нюансы, о которых сейчас не будем говорить. Соединяя провода обмоток с фазными проводами, идущими на контроллер, изолируя термоусадкой в два слоя. После того, как все спаял и установил на место датчики холла, собрал мотор для тестирования. Вал его вращается так же, как было до ремонта, когда движок был в порядке. Прокручивается легко, излишнего торможения нет. Подключаю к контроллеру и поворачиваю ручку газа. Работает отлично. Тестирование прошло успешно, и можно переходить к следующему этапу. К заливке обмоток эпоксидной смолой. Нужно это, чтобы провода при работе двигателя не болтались и не перетирались. А также, чтобы хорошо передавали тепло на корпус. То есть, для охлаждения. Не знаю, зачем это нужно, но дополнительно обвязал провода и плату датчиков капроновой нитью. Наверное, это нужно... Да не знаю, зачем это нужно. Все равно все буду обливать эпоксидной смолой. Она закрепит получше любой нити. Наверное, это что-то типа вуду-обряда. Только вместо куклы мотор. Подготавливаю эпоксидную смолу, замешивая ее в правильных пропорциях. Думаю, что лучше было бы подождать, когда она чуть загустеет, и только потом уже наносить. В моем случае она была жидкая, как водичка, из-за чего много состава вытекло, но за мной не пропадет. Когда жижа загустела, я вернул ее на обмотке. Через часов 15, когда эпоксидка хорошо схватилась, мотор был уже на электробайке, и я начал процесс полноценного тестирования. Примерно через 30 километров пробега решил убедиться, что с обмотками все в порядке. Скинул для этого крышку мотора. Заметил, что эпоксидка чуть пожелтела, а в остальном все в идеале. Провода не потемнели. На данный момент проехал более 150 километров, и обмотки все еще не сгорели. Но... Опять не все в порядке. Подвижу как-то застучало. Под нагрузкой.